Когда зарплата и должность дороже здоровья. Больше 80% россиян, по данным сайта Superjob, продолжают ходить на работу, даже несмотря на плохое самочувствие. Одни не хотят брать больничные из-за боязни потерять в деньгах, другие – из обостренного чувства ответственности. Дескать, в коллективе они незаменимы. От общероссийской статистики не отстают и забайкальцы, по данным регионального отделения фонда соцстраха. В 2015 году больничные листы оформили на тысячу с лишним человек меньше. В свою очередь представители профсоюзов добавляют снижение, хоть и небольшое, но показательное и вполне объяснимое. Ту ситуацию, которую вы характеризовали, она больше приемлема для малого и среднего бизнеса, где, как это не секрет, практикуется выплат серых, либо, что еще хуже, черных заработных плат. Соответственно, работник, если у него наступает временная нетрудоспособность, он просто-напросто останется без оплаты больничного листа. Не исключено, что забайкальцев, которые переносят болезнь на ногах, может стать еще больше. Такое возможно, если российское министерство труда настоит на принятии закона об увеличении трудового стажа для получения стопроцентной выплаты по больничному листу. Сейчас для оплаты больничного нужно проработать 8 лет, тогда как Минтруда предлагает поднять планку до 15 лет. Профсоюзы категорически против такой инициативы. Данный законопроект Минтруд разрабатывал уже 5 лет назад. В 2010 году Федерация независимых профсоюзов России выразила свое категорическое несогласие с этим законопроектом. И вот сейчас Минтруд, наверное, наиболее либеральные настроенные его представители, вновь хотят вернуться к этому вопросу. Естественно, если этот законопроект всерьез будет рассматриваться уже Государственной Думой, профсоюзы будут категорически против. Решить проблему, говорят в профсоюзе, можно гораздо проще. Достаточно вернуть практику, которая действовала в России до 2005 года. Тогда работникам разрешалось абсолютно безнаказанно и без потери в деньгах взять 3 дня и отлежаться. А пока чиновники и думцы решают, как сэкономить на людях труда, медики не устают напоминать. Болеть даже с риском для кошелька и карьерного роста лучше все же дома. Ведь последствия могут быть гораздо более серьезные, чем потери работы. Сегодня очень много людей, которые действительно на ногах переносят заболевания. Они ходят на работу, они продолжают заниматься домашними делами, не считая нужным или не считая возможным все-таки обращаться в медицинские учреждения. В лучшем случае это затяжное течение болезни. В худшем случае это различные осложнения и в том числе, конечно, очень тяжелые последствия, исходы, вплоть до летальной.